добрый день дорогие друзья сегодня обрезаю черешковую гортензию гортензию лиану или плетистую гортензию можно еще так назвать и хочу заодно познакомить вас с этим прекрасным замечательным растением в моем саду она растет более 10 лет покупала в одном из садовых центров в москве при покупке мало что знала об этом растении но видела его в финляндии это была огромная стена усыпана белыми цветами перед стеной стояла скамейка вид был очень красивый запоминающийся мне очень понравилось и когда я увидела саженец этого необычного и довольно редкого на тот момент растения не думая сразу же купила знала что черешковая гортензия растет в тени и больше ничего не знала о ней поэтому привезла домой посадила в тени к стене старой постройки не знала что растение растет медленно поэтому думала что просто ей не нравится выбранное место но другого места у меня не было и я успокоилась и оставила ситуацию а оказывается что гортензия первые несколько лет развивается очень медленно она наращивает в этот момент корневую систему а вегетативная часть развивается очень медленно но это только первое время первые несколько лет три-четыре года это теперь я уже знаю много об этом растении например что гортензия черешкова является разновидностью садовой гортензии не имеющий твердого побега а побег у нее гибкий способный на подходящий опоре в виде стены достичь внушительных размеров около 10 метров а в некоторых источниках заявлено даже до 20 метров моем садона выросла всего около 4 метров гортензия черешковая лиана имеющая массу воздушных корней и присосок с помощью которых прикрепляется к опоре со временем мощные медно-коричневые побеги покрываются отслаивающейся корой выращивать такую разновидность гортензии можно в качестве почвопокровного растения но тогда она не покажет полностью своей привлекательности может не цвести однако если нужно озеленить притяненный крутой склон то гортензия черешковая неплохой вариант гортензия черешковая представляет собой одно из самых популярных растений мира а у нас в россии это пока еще не очень популярное и распространенное растение зацветает гортензия в июне и цветет почти два месяца очень крупными белыми цветками которые собираются в рыхлые соцветия достигающие до 20 сантиметров в диаметре они по всей длине покрывают лиану количество цветов увеличивается с возрастом куста цветы помимо того что невероятно красивый имеют очень тонкий приятный медовый запах привлекающий насекомых листья растут на длинных черешках и достигают длины около 10 сантиметров листья эллиптической формы снизу покрыты волосками образует плотное покрытие уже с апреля месяца летом приобретают зеленый цвет осенью желтеют а к зиме опадают чтобы добиться пышного цветения плетистой гортензии необходимо обеспечить ей правильный уход растет гортензия в затененных участках или в полутени идеальное место для посадки тихий участок окружены деревьями гортензия черешкова не любит открытых мест продуваемых ветром и очень солнечных участков сухим жарким воздухом на солнце развитие замедляется и соцветия мельчают гортензия предпочитает рыхлую воздухопроницаемую и водопроницаемую почву для хорошего роста гортензии почву вокруг мульчируют при помощи торфа хвойных опилок хвойных иголок или насыпают слой компоста предпочитает подкистенную почву гортензия любит обильный полив чтобы не поливать растения часто необходимо просто хорошо замульчировать кусты чтобы помочь влаге подольше удержаться в почве подкормка необходимо растению для нормального роста и развития а также для прекрасного цветения подкармливаю растение весной минеральными удобрениями фертика весенняя разбрасываю вокруг куста и заделаю почву и еще перед мульчированием разбрасываю конский навоз а позже когда земля прогреется замульчирую скошенной травой можно подкормить таким раствором взять мочевину 20 граммов суперфосфат 30 граммов серный калий 30 граммов развести все это в 10 литрах воды и приготовленный раствор использовать на 1 квадратный метр грунта для первой подкормки подойдет также раствор птичьего помета 1 к 20 летом подкормлю в период бутонизации использую фосфорно-калийное удобрение мне нравится монофосфат калия 1 столовая ложка на 10 литров воды можно также приготовить раствор таким с таким составом суперфосфат 60 граммов серно-кислый калий 40 граммов приготовленный раствор использовать на 1 квадратный метр и таким же удобрением подкормить гортензию в конце лета для того чтобы побеги гортензии были более прочными рекомендуется поливать растения слабым раствором марганцовки для насыщенного цвета листвы подкормите гортензию микроудобрениями в состав которой входит железо и магний вносить удобрения два раза в месяц начиная с середины весны своевременное внесение подкормок способствует обильному пышному цветению гортензии размножается гортензия отводками и черенкованием черенковать можно рано весной во время обрезки нарезать черенки сантиметров по 10-15 длиной и высадить тепличку для этого используем однолетние побеги также можно черенковать летом полуодревесневшими черенками 10-15 сантиметров длиной имеющие два узла нижние листья удаляем и погружаем черенок в раствор стимулятора роста например и пин разводим 1 миллилитр на 1 литр воды опускаем веточки выдерживаем 10-12 часов или можно использовать препарат hb 101 1 2 капли на 1 литр воды черенки выдерживаем в растворе 30 минут затем помещаем черенки в ящик наполненный смесью из торфа и песка один к одному поливаем и накрываем пленкой или помещаем в тепличку субстрат не должен пересыхать поэтому за его увлажнением нужно внимательно следить тепличку периодически проветриваем и когда растение уже окрепнут укореняться тепличку можно раскрыть что сказать о болезнях и вредителях за весь период роста моем саду гортензия не подвергалась болезням и вредителей на ней я не наблюдала еще можно сказать что гортензия очень морозоустойчиво поэтому прекрасный вариант для холодных регионов однако молодые растения до трех лет обязательно нужно на зиму утеплять обрезаю гортензию рано весной удаляю засохшие соцветия сухие ветки и если надо ветки которые сильно загущают куст у меня куст не сильно загущен поэтому все здоровые ветки оставляю не прореживаю куст стоит помнить что обрезать побеги нужно лишь у тех лиан которые достигли возраста трех лет обрезку проводим рано весной однолетние ветви следует укоротить таким образом чтобы на них оставалось 4 5 пар почек своевременное проведение обрезки дает возможность поддержать привлекательный внешний вид лианы а неправильно проведенная обрезка может стать причиной отсутствия цветения поэтому при обрезке будьте внимательны не обрежьте лишнего ну а на сегодня у меня все спасибо что были со мной подписывайтесь на мой канал пишите комментарии если вам видео понравилось и оказалось полезным а я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания до свидания